Специалисты со средне-специальным образованием нужны бизнесу больше, чем с высшим образованием. Такие выводы сделали в столичной палате предпринимателей. Причем наибольший дефицит кадров ощущается в торговле, строительстве, образовании и обрабатывающей промышленности. Как астанинские предприниматели решают данную проблему, расскажем в следующем сюжете. Нехватка кадров, особенно высококвалифицированных, есть всегда. Вопрос только в том, кто именно нужен госорганам и бизнесу. Интересные выводы по этому поводу сделали в столичной палате предпринимателей. Люди с высшим образованием оказались менее востребованы, чем те, у кого средне-специальное образование. И это выяснилось путем опроса предпринимателей, в котором приняли участие более 5000 компаний. Из них на ближайшие три года о потребности почти в 22 тысячах специалистов заявили около 3500 предприятий. В основном, если смотреть динамику в целом города, у нас торговля и услуги занимают практически 50-55 процентов. И, соответственно, в этих отраслях требуется у нас очень много кадров. С прошлого года работодатели совместно с колледжами проводят учебные планы по новой методике. В дальнейшем планируется обучение по тем специальностям, в которых нуждается бизнес. Раньше, если говорили работодатели, что, ну, скажем, вузы, тот же колледж выпускает специальности, которые уже нет потребностей на рынке, да, а здесь как раз-таки студенты 60% своего учебного плана проводят рабоакуальное обучение уже непосредственно на практике. Поэтому мы уже понимаем, когда выпускаются через три года, там, где-то два с половиной года обучаются, у них есть хорошая возможность принять тех людей, которые прошли практически навыки обучения. Есть еще и курсы наставничества, а также стажировка преподавателей на базе предприятия. Если вернуться к вопросу кадров, то наибольшую потребность ощущает в сфере торговли, например, в такой профессии, как бухгалтер. Бухгалтер-кассиры, последний динамик, если посмотрите, города, за последний год у нас увеличилось количество предприятий на 40 тысяч. Малый бизнес пусть будет, средний бизнес, в основном микро и малый бизнес, конечно, но даже они, учитывая последние изменения в налоговом законодательстве, в кодексе, в целом по там СНТ, маркированку обуви, это которые палата постоянно говорят, что нет возможности у бизнеса нанимать дополнительных бухгалтеров, мы теперь видим, что на самом деле бухгалтеров и в целом нуждается и в микро и малом бизнесе. Хотя эти услуги мы стараемся в рамках груз-заказа заказывать на бесплатной основе. Имеются краткосрочные курсы от двух недель до трех месяцев, обучение тут бесплатно и еще и стипендии. По окончании можно получить грант в размере 400 мрп.